Хорошо, давайте глянем, что у нас здесь. У нас новый гимн, тоже такой 9 Гая-3, посвященный Агнии, а последняя Гая-3 посвящена всем богам. Вот такой гимн жреца и жертвенного пламени. Я начал переводить уже через гугл и поправлять немного. То есть это не совершенный перевод, но такой приблизительный, чтобы не мучиться в переводе. Риши призывает божественное пламя во всех его обычных атрибутах, как жертвователя, сияющего провидца, имеющего видение лучезарного мира, приводящего богов, носителя, приношения, посланника, завоевателя, увеличивающего божественную работу в человеке, знающего все рождения, лидера, марша жертвоприношения, с его прогрессивной реализацией божеств. Ну вот все в одном предложении. Это одно предложение. Провидца. То есть это сияющий провидец, который видит лучезарный высший мир, который приводит сюда богов. Я сегодня медитировал утром и понял одну вещь, что Агни – это не бог, это не один из богов. Все остальные боги, но Агни – это не бог. Он является чем-то другим. Он Яджамана, он здесь, он отец нашего внутреннего существа психического. Мы – искры этого пламени. Это не бог. Боги другие. Это те, которых он сюда, он призыватель богов. Он – summoner of the gods, да? Он их призывает и приводит сюда. Этот Яджамана, этот жертвователь здесь, который сюда не зашел для изменения этого мира. Он призывает эти божественные силы для их акций. То есть он их здесь приносит в жертву. Он увеличивает божественную работу в человеке. Он знает все рождения. Боги не знают все рождения. Он – лидер нашего марша, нашего паломничества жертвенного. С его прогрессивной реализацией божеств. То есть прогрессивно мы реализуем божественные силы одно за другой. В нашем движении вперед. Ну вот первое. Гайя 3. Агни. Агни павака. Рочиша. Мандрая дева джихвая. А деван вакши якшича. Ягшича. Прямая такая дикция. О пламя. О Чиститель. О Бог. Принеси нам своим экстатическим языком восхищение богов. И предложи им жертву. Дословно. Это я перевожу перевод Шри Робинтона. Дословно. А деван вакши. Приведи сюда богов и пожертвуй. Приведи богов и пожертвуй. Но так как это непопулярная форма жертвовать богами. Давайте я гляну то, что я здесь написал на английском. Это намного лучше. Я так уверен в этом. О Агни, О Чиститель, своим светоносным и блаженным языком приведи, принеси сюда и пожертвуй здесь богами или для богов. То есть средства жертвоприношения и способ, которым это сделано, должны оба быть в инструментальном падеже. Например, как богов приносят в жертву с помощью топленого масла. Дословно. Я перевожу дословно. Здесь нет объекта, которому это предлагается для богов. То есть нету то, чем мы жертвуем богов здесь. Которое, что является необычным. Лишь язык пламени упоминается, который как бы делает, творит это жертвоприношение. Это как бы язык этого блаженства и света сам по себе является подношением богам. Вот здесь почему? Потому что джигвая и мандрая джигвая, рочиша – это все инструментальный падеж. То есть языком, пожертвуй здесь богов своим блаженным, сияющим языком. Так как если бы язык был средством, которым боги могут быть принесены здесь в жертву. Вот о чем идет речь. Что не совсем понятно, если не понимать грамматику. Здесь нужно лучше об этом сказать. Поэтому он называется очистителем. А использование винительного падежа для адресата жертвоприношения с корнем яджи до сих пор остается загадкой. Это непонятно, почему мы переводим «принеси здесь в жертву богам». Потому что здесь прямой падеж, прямой объект. «Принеси в жертву богов». То есть мы переводим так, потому что наше понимание мира будет нарушено, если мы переведем его, как оно есть на самом деле. То есть мы не видим того, что мы собственно, что Агни как божественная воля здесь призывает и приносит в жертву божественные силы для изменения нашего существа. Такого мира понимания у нас нет, то есть оно не установилось. И поэтому мы переводим «принеси в жертву богам». Как если бы они там, и он им должен что-то дать, их накормить, поддержать там, не здесь. А мы забываем, что огонь в то же самое время, Агни является призывателем богов. «Самана в легоц», «хотар», «он зовет их сюда». «Приведи сюда богов». Вот здесь «аде ван вакши» – это от корня «вах», да, субъюнктив. «Приведи сюда и пожертвуй богов». То есть сначала приведи, а потом пожертвуй. Вот это приведение богов сюда, низведение богов в нашу субстанцию. И жертвоприношение их здесь, в нашей субстанции. Это и есть собственное изменение нашего существа. Если бы мы приняли вот это, как бы, это мироведение, тогда мы бы переводили «приведи сюда и пожертвуй богов». Хорошо. Вот здесь я тоже выбрал пассажи из Савитри, которые тоже очень интересные. Есть некоторые пассажи в Савитри, которые говорят об этом двойном жертвоприношении. О чем идет речь? А где здесь двойное жертвоприношение? Тот, кто приводит богов сюда, он их здесь приносит в жертву. И мы, так сказать, видя это жертвоприношение божественного, учимся у него отдавать себя божественному. И таким образом мы, как бы, делаем подношение. Мы предлагаем на преобразовании самих себя. То есть идет двойное движение. Божественное предлагает себя, а мы предлагаем в ответ себя божественному. И вот об этом двойном жертвоприношении есть вот такой пассаж в Савитри, говорящий о связи отца и сына. Это абсолют, the perfect, the immune, one who is in us. As our secret self, our mask of imperfection, has assumed, he has made this tenement of flesh his own. His image in the human measure cast. that to his divine measure we might rise. То есть он создал образу, по образу и подобию, образ себя в человеческой форме, чтобы мы, так сказать, согласно его божественному измерению, мы могли бы подняться к его божественной сочности. Then, in the figure of divinity, и тогда, в этом образе божественного, the maker shall recast us and impose a plan of Godhead on the mortal's mold, lifting our finite minds to his infinite. Touching the moment with eternity, this transfiguration is earth's due to heaven. A mutual debt binds man to the supreme. his nature we must put on as he puts ours. Вот это есть ответ. We are sons of God and must be even as he. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with a God for key. A mutual debt binds man to the supreme. взаимозависимая. Не знаю, как перевести debt до долженствования. Дэд это сомнение, по-моему. Нет, нет. Дэд это то, что мы то, что мы обязаны вернуть. Если я взял у кого-то деньги, я должен, вот это мой дэд, я должен отдать долг. Долг. Взаимозависимый долг связывает человека и к божеству и к верховному. Связывает человека с верховным. Его природу мы должны надеть на себя как он надел нашу природу на себя. Вот он показал нам, что нужно сделать. Он надел нашу природу на себя и мы, увидев это, предлагаем себя ему. Потому что мы являемся детьми Бога и должны быть как он. Его человеческую долю долю мы должны вырастить в божественную. Это есть двойной жертвоприношение. Поэтому, когда говорится «приведи сюда и пожертвуй богов», это та часть, первая часть, когда боги жертвуются здесь для того, чтобы мы могли пожертвовать божественному. Его силы, божественного сознания приносятся здесь в жертву, чтобы показать нам путь, чтобы у нас появилась любовь и желание. У того, у той части существа нашего, который не умеет отдавать себя, не знает, как это сделать. У нас есть темная часть существа, которая вообще не знает, как себя отдать. Она должна научиться этому, у этого жертвоприношения богов. вот это прекрасно тоже здесь. Each soul is the great father's crucified son. Каждая душа это распятый сын великого отца. Это все объясняет как раз то самое сущность христианства, то, что Христос говорит, я в сердце каждого человека. Христос и есть собственно психическое существо у нас. crucified, потому что оно было как яджамана, отдано тьме. Это та сила, которая не зашла в глубины несознания, чтобы преобразовать эту тьму в свет. Поэтому он и является единственным сыном Бога, потому что душа это и есть единственный сын, единственная прямая связь с Божественным. Ну, вот второй стих. Тамтва горитас нав имаги читрабхану сувардрышан диван авито евага. Ты, кто истекает ясностью или переполнен ясностью, который разбрызгивает ясность. Ты, богатый разнообразным сиянием, мы желаем тебя, потому что у тебя есть видение нашего мира истины. Сувардрышан, принеси или приведи нам богов для их манифестации. ВИТАИ, это интересное слово ВИТА, это ВИИ, корень И, двигаться. Здесь ВИТИ, энджоймент, наслаждение. или ВИИ, корень есть такой, двигаться, искать, захватывать, принимать, наслаждаться, атаковать даже. Или ТУСАТИММОЩИН, да, как бы приводить в движение, вдохновлять, продвигать вперед. Вот это продвигать вперед, для продвижения вперед, для манифестации во времени, для эволюции приведи сюда богов, для нашего продвижения вперед. То есть, можно перевести для их манифестации или для что и есть, собственно, нашим продвижением вперед. Я не переводил Елизаренко, к сожалению, но вот сейчас я начну. Елизаренко, мы просим тебя, о жирно-спинный, о Бог с яркими лучами, тебя, смотрящего глазом солнцем, привези богов, чтобы они наслаждались жертвой. Грытоснау, сноу, да, это есть, собственно, жирно-спинный. Это от грытосну, вот здесь дается, тот, у которого поверхность сияющая, смазанная этим маслом, тем самым грыто, то ясностью ментальной, чья ясность ментальная брыжет или сияет, сноу, это истекать, да, то есть, кто истекает ментальной ясностью, чья поверхность сияет проясненной ментальностью, то, 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 к тебе мы тебя желаем и магии, мы движемся к тебе, мы ищем тебя, мы желаем тебя, устремляемся к тебе, к тому тебе, чья поверхность преисполнена ментальной ясности, чье сияние исполнено сознание, чьи трабхану, суардрышам, к тебе, который обладает видением, свар мира, свар мира, луча солнца. Приведи сюда богов для их манифестации и таким образом нашего продвижения вперед. богов, богов, чтобы завоевание этого мира мира, для завоевания этого мира, для их воплощения здесь. тамтва, к которому мы стремимся, относится к предыдущему стиху, где он, как очиститель, приносит сюда богов для жертвоприношения, связывает их в материальном проявлении. он может сделать это, потому что у него есть все знания, будучи сам светом высшего сознания, видя супраментальный мир, свар дрэшам. Ну, вот, третий стих. Витий отрам тува кавэ дьюмантам сам идхима и огне бригантам адхварэ. О, провидец, мы зажигаем тебя в твоем свете и твоей необъятности маршем нашего жертвоприношения. Тебя несущего наше подношение на пути или по пути? На пути скорее. На пути на жертвенном несущего наше подношение на жертвенном пути на жертвенном на пути жертвенного пилгримиджа. меньше. Мы зажигаем тебя у поэта наслаждающийся жертвой сверкающего высокого у агни во время обряда. Адхварэ. Я перевожу перевожу на жертвенном пути то есть извиняюсь Шириобинда переводит на жертвенном пути а Елизаренко во время обряда. Витя Трамп снова Витя к нам возвращается интересное слово Витя от Шириобинда переводит как тот который несет наше подношение на нашем пути на нашем путешествии сознания так скажем кто несет наше подношение Витя Гот Трам Туа тебя который Гляну здесь Вита Если же такое слово должно быть Витя Гот Трам Интересно как словарь дает Да так сказать призывающие для наслаждения или для вот этого праздника Invited to a feast as God Мы можем перевести это как призывающие к продвижению вперед призывающие к к эволюции сознания Тебя Агнина зовущего к эволюции к продвижению вперед Тебя который несет наше подношение на нашем пути вперед можно перевести тоже тебя чье паломничество или путешествие сделано самим подношением или с помощью подношения подношением делается само путешествие двигающийся с помощью жертвоприношения чье наслаждение находится в жертвенном подношении само наслаждение является сущностью этого жертвенного подношения когда человек готов отдать себя божественному в нем заключена величайшая радость это ты о провидец который является ярким это тебя мы зажигаем чье истинное движение к истине и истинное наслаждение в этом движении определяется исключительно жертвенной работой как сознательное подношение верховному и делая так работу божественную работу по возвращению павшего сознания к свету к свету или освобождению отца через работу сына ты являешься великим на пути на пути нового открытия и манифестации божественной сущности это такой интерпретационный перевод ну давайте здесь тогда остановимся это хорошее место остановиться мы взяли с вами три стиха продолжим тогда в следующий раз так если у вас есть что-то сказать это вообще-то темы такие выходящие за рамки всего выходящие за рамки всякого всяких возможностей рассудочного ума 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 совершенно какой-то поиск на ощупь этого трансцендентального света и понимания мира поэтому конечно на наше 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 штуде у нас не будет огромного количества людей интересующихся этими разбирательствами которыми мы с вами занимаемся я так подумал что в принципе есть лишь единицы которые хотели бы что-либо об этом узнать вообще-то люди очень практичные они хотят знать то что им поможет в их ситуации они не хотят уходить в какие-то заоблачные дали и это требует огромного какого-то другого напряжения которое как бы не совсем удобно для нас не совсем соответствует тому чем мы есть сейчас в нашем внешнем сознании оно требует какой-то переориентации сознания мне кажется Володя сегодня когда вообще весь мир перевернулся это самое насущное знание которое необходимо человечеству потому что оно в тупике сегодня и вот ты сказал что боги что агния не принадлежит плану богов что боги они даже не знаю как о каком уже плану тогда принадлежит агния супраментального он ведь бессмертный среди смертных это тот который не зашел в глубины глубины несознания первый аватар он скорее принадлежит аватаром каким-то он является манифестацией Рудры Рудра тоже это не бог это что-то еще какая-то фундаментальная реальность внутри нашей реальность божественная которая одела на себя форму природы вот агния это собственно та сила которая призывает сюда всех богов всякие божественные силы для работы а без него никто из этих богов сюда бы не пришел то есть он яджамана скорее он отец нашей души а все остальные это божественные силы то есть они нужны для для завоевания этого мира они помогут душе расширить свои владения свое сознание в мире они как бы помогают душе вырасти извне что ли они приходят как бы как бы извне и оккупируют этот мир удерживает продвижение души в этом мире что ли хорошо друзья тогда мы что остановимся на этом сегодня и продолжим четвертого стиха в следующий раз я тогда закрываю мантрой ом мантрой сарве санто нирамая сарве бхадрани пашянту ма кашчит дух бхаг бхавет ом шанти 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 мантрой ом 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 вам спасибо большое спасибо большое мантрой мантрой мантрой